Переписка в текстовой форме, например, в мессенджерах, уже давно стала средством определения обстоятельств в суде. Недавно этот процесс вышел на новый уровень. 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который расценил Эмодзе большой палец вверх в переписке в качестве подтверждения равносильного подписи под доп. соглашением. В марте 2022 года между двумя предпринимателями был заключен договор к углепродаже на поставку мобильного торгового киоска в виде ретро-фургона. В переписке в одном из мессенджеров сторонами были оговорены цвет и его размеры. На одно из таких сообщений была поставлена реакция в виде лайка, большого пальца вверх. В итоге товар не был доставлен в срок, из-за чего заказчица направила претензию в суд. Исполнитель же, в свою очередь, подал на апелляцию. Однако суд постановил, что Эмодзе, отправленный заказчице в качестве реакции на сообщение, был равносилен подписи под доп. соглашением. Пока еще в широкую юридическую практику, конечно, Эмодзе нельзя применять, потому что даже в бытовом общении нет однозначного толкования. Но в данном случае это было именно использовано как выражение согласия. Потому что, как следует из этого решения, контрагент направил условия договора, которые являются существенными, с детальным описанием. Схожее решение было принято судом канадской провинции Саксачеван еще в июне. В 2021 году поставщик переслал фотографии контракта на поставку персонального защитного оборудования, попросив покупателя подтвердить сделку. На что была получена реакция в виде стикера. В итоге покупатель, не получив установленный срок товара, обратился в суд, где было также оговорено, что Эмодзе является законным завершением контракта. В настоящее время, может быть, это начало формирования новой юридической практики, так называемое обычае оборота. Когда правила поведения из нашей обычной социальной жизни переходят в предпринимательскую деятельность. В общем-то, это широко применяется. Допустим, заключается договор заказа или оказание услуг. Сейчас ведь очень широко развитое то, что условия согласуются по телефону. Признание возможности заключения договора с использованием стандартизированных изображений Эмодзи – это вопрос времени. Кейсов о стикерах в качестве выражения воли одной из сторон в России ранее не возникало. По крайней мере, в той практике, которая доступна широкому пользователю. Но со временем, при соблюдении условий, предусмотренных законом, это все же может стать одним из способов согласия при заключении договора. Кристина Отекина, Фарид Захидаглы, Универньюз.